В это время, когда грехи стали повсеместными и пропитали всё, добавь это в свой распорядок дня, о мусульманин, делай истихфар. Ибн Аббаз, да будет доволен им Аллах, говорил, что у нас есть две защиты от наказания Аллаха, которые прикроют наши грехи и спасут нас от гнева Аллаха. Всевышний Аллах говорит в Коране. Но, несмотря на то, что они давно уже заслужили наказание, Аллах не станет их карать, пока ты среди них. После того, как ты уйдёшь от них, Аллах не станет их карать, пока они просят прощения. Первая защита – это присутствие пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах не стал их наказывать, потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был среди них и продолжал их призывать к единобожию. От Ибн Аббаза передаётся, что пока пророк находится среди народа с призывом, их не накажут. Под наказанием имеется в виду полное истребление. И когда посланник Аллаха ушёл из жизни, то с нами осталась его сунна, которую мы можем практиковать каждый день, и для этого нам поможет книга «100 сунн на каждый день», которую мы опубликовали в нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Вторая защита – это испрашивание прощения. Единственное наше спасение – это непрерывный истихвар. В сборнике имама-муслима приводится хадис посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям. «Я прошу прощения у Аллаха по сто раз в день. Он делал истихвар, будучи лучшим из людей. О мой брат и сестра, займи своё свободное время истихваром. Это ведь не трудно. Сделай это своей привычкой. И, клянусь, Аллах откроет для тебя двери различных благ». Посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал, «Тому, кто постоянно будет произносить истихвар, Всевышний Аллах покажет выход из любой тяготы и путь освобождения от каждой печали и наделит его риском оттуда, откуда он и не представлял». Рассказывается, что однажды к имаму Хасану Аль-Басри, да помилует его Аллах, пришёл человек, жалующийся на свою бедность. И имам сказал ему, «Проси прощения у Аллаха». Затем пришёл другой человек, который жаловался на отсутствие детей, и Хасан Аль-Басри сказал ему то же самое, «Проси прощения у Аллаха». И когда пришёл третий человек с жалобой на засуху своего сада, имам ему сказал, «Проси прощения у Аллаха». И тогда один из присутствующих сказал, «О, имам, кто бы не приходил к тебе с проблемой, ты посоветовал ему просить прощения у Аллаха. Почему?» На что Хасан Аль-Басри ответил, «Я ничего не добавил Корану». И прочитал следующий аят. Субтитры создавал DimaTorzok «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он всепрощающий, Он не спошлёт вам с неба обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки». Покаяние и истихвар влекут за собой многочисленные милости Аллаха, а беспечность и ослушание Аллаха, наоборот, отдаляет от Его милостей. Далее расскажем историю о случае, который произошёл с одним из самых известных среди учёных мужей ислама Ахмадом, сыном Ханбаля, рахмахуллах. Слава о нём распространилась по всему исламскому миру, и его имя знал каждый, однако в те времена не было фотографий, и многие люди не знали того, как он выглядит. Однажды имам Ахмад вышел в путешествие, наступила ночь, и он остановился в одном городе, где его никто не знал. Имам увидел маленькую мечеть, зашёл туда, помолился и захотел лечь поспать. Он прилёг, и в этот момент пришёл сторож этой мечети и сказал, «Это не место для сна, выходи из мечети». Имам ответил, «Дай мне здесь поспать, я путник, и утром я продолжу свой сафар». Сторож отказал имаму в просьбе и выгнал его из мечети. Тогда имам Ахмад лёг спать у дверей мечети. Сторож вернулся к нему и сказал, «У дверей спать также запрещено». И этот сторож, не зная, кто находится перед ним, потащил имама Ахмада и кинул его на обочину дороги. Но там его увидел пекарь, работавший ночью. Он подошёл к нему с жалостью и сказал, «Пойдём ко мне в пекарню, отдохнёшь там, там тепло и удобно, будешь сегодня моим гостем». Имам Ахмад поднялся, зашёл в пекарню и стал наблюдать, как пекарь замешивает тесто. И он увидел, что с каждым движением при замешивании теста пекарь произносит «Астагфируллах». Имам Ахмад ибн Ханбаль спросил его, «Давно ли так поступаешь, размешивая тесто?» Пекарь ответил, «С давнего времени». Имам Ахмад тогда спросил, «Увидел ли ты плоды своего истихфары?» Тот ответил, «Да». Он спросил, «А что это за плоды?» Пекарь ответил, «Чего бы я ни попросил, мой Господь обязательно отвечает на мои молитвы. На все, кроме одной». Имам спросил, «Что же это за мольба?» Тот ответил, «Я попросил моего Господа показать мне имама Ахмада ибн Ханбале». И тогда имам воскликнул, «Великий Аллах!» Всевышний ответил на твою молитву, «Аллах притащил волоком Ахмада ибн Ханбаля к дверям твоей пекарни. Дорогие братья и сестры, сделайте покаяние и вернитесь к своему Господу. О Аллах, ты Господь мой, и нет Бога кроме тебя, ты создал меня, а я твой раб. Я буду хранить верность обещанию данной тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к тебе от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехов, кроме тебя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова